Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. Вип-арт – клуб настоящих модниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты управления муниципального контроля проводят ежедневный мониторинг в городе селе Витязева. Во время проверки экипаж объезжает каждую улицу, выявляют нарушения правил благоустройства и принимают меры. Захламленные мусором газонный тротуар, установленные пакетами с бытовыми отходами – одна из наболевших проблем Анапы. Причина ее не всегда кроется в недоработке мусоруборочных компаний. Нередко правила санитарной очистки игнорируют сами жители города-курорта. Специалисты управления муниципального контроля с 7 утра дежурят на улицах Анапы и фиксируют нарушения. Власти предъявили требования к застройщикам привести в порядок прилегающие к стройплощадке территории. Качественные и вжатые сроки. На этой неделе требования начали выполнять. Благоустройством Анапы занялись и городские службы. Благоустройство Бульвара Евскина в районе школы номер 7 завершат к концу месяца. А начались работы летом. Сотрудники компании «Ремстрой» заменили более тысячи квадратных метров тротуарной плитки и почти 800 погонных метров бордюра. Ремонт проходит по графику. Работники приступили к озеленению части сквера. Высадили пирамидальные туи и казацкий можжевельник. На улице Краснодарской тоже проводят работы по благоустройству. Облагородят газонное общежитие по улице Краснодарской 65. Заказ на работу уже поступил. Поддерживают порядок и на Анапском шоссе. Высаженные в этом году тую поливают, подстригают и подкармливают. Высохшие и сбракованные партии заменят зелеными, когда придет срок пересаживать южные растения. Бег с препятствиями по пляжу – это не новый вид спортивных состязаний. Это будни сотрудников ГИБДД. Жители Анапского района нередко пренебрегают правилами дорожного движения. Приезжают прокатиться по песчаным барханам, собрать ракушки или на рыбалку. Сотрудники автоинспекции регулярно проводят рейды и выявляют нарушители. Любителям пляжных автопрогулок следует запомнить. Помимо оперативных мероприятий ГИБДД, пляжи находятся под контролем экологических служб. Их штрафы на порядок больше. Стать президентом, может, каждое это правило было верным до 15 октября. Именно в этот день во всех школах прошли выборы президентов школьного самоуправления. За несколько недель до единого дня выборов кандидаты представили свои избирательные программы. За ходом голосования и подсчета голосов в школе номер 7 следила наша съемочная группа. Явка на избирательный участок школы номер 7 составила 100%. Через несколько часов после подсчета голосов объявили результаты. Кандидат на пост президента Изабелла Андреасян, ученица 9 класса, победила в гонке, опередив конкуренты по количеству голосов в два раза. Молодежь еще в школе привычают выбирать лидеров и проявлять качество организатора на высшем уровне. И нести ответственность за свой выбор школьного правительства. Президент школьного самоуправления выбран, теперь состоится инаугурация, вскоре и президентский бал. В минувшие выходные в Анапе прошла краевая профилактическая акция «Онкопатруль». Впервые и сразу успешно. Более трех тысяч анапчан прошли бесплатное обследование лучших специалистов Краснодарского края. 49 врачей-онкологов со всей Кубани приехали в Анапу, чтобы провести бесплатный прием. Проект «Онкопатруль» был создан три года назад по инициативе вице-губернатора Кубани Галины Золиной в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». Чтобы как можно больше жителей города-курорта смогли стать участниками этого дня здоровья, было организовано транспортное сообщение из сельских округов муниципалитета. Крылые врачи, не считаясь личным временем, работали до последнего пациента. Глава Анапы Сергей Сергеев поблагодарил чиновников и руководителей за проведение акций на планерном совещании. Новый сезон «Дни здоровья» начнется в Анапе на этой неделе. Первый пройдет в городе, в Доме культуры молодежной, 18 октября, а затем во всех сельских округах. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. На улице Северной провели расчистку ливеневок. Профилактические мероприятия снизили риск подтоплений во время ливня. Безопасность инопчан и гостей курорта. Задача специалистов управления муниципального контроля. От кризисной ситуации до абсолютного мира в семье. Несколько занятий и большая работа социальных работников и психологов. И сейчас обо всем подробнее. Несколько недель назад в юго-западных сетях предприятия «Кубаньэнерго» отметили 40-летний юбилей деятельности. На этой неделе в Анапе открылся первый крупный центр обслуживания клиентов. Подробности работы нового центра расскажет Наталья Азмазгова. Всего один кабинет и два специалиста заменят многочисленную цепочку инстанций, которые раньше нужно было пройти с документами. Подать заявку на различные услуги у АО «Кубаньэнерго» стало проще. Первый крупный центр обслуживания клиентов открылся в городе-курорте. Анапа на данный момент очень серьезный район, мощно развивающийся район. И, наверное, правильно, что этот центр появился именно здесь первым. А в дальнейшем, наверное, он должен быть только больше, лучше, модернизирований. И, наверное, мы приложим все усилия для того, чтобы это было. В центре установлен специальный электронный терминал с доступом к интернету и сканер для документов. Потребитель может подать заявку самостоятельно или с помощью консультанта. Кстати, можно зарегистрироваться в системе, чтобы в личном кабинете подавать заявки прямо из дома и контролировать их статус. Вся процедура получения услуг сократилась вдвое с 30 до 15 дней. Мы хотим сминимизировать срок принятия, подачи, рассмотрения документов, которые подает потребитель. То есть, все, что это сделано, это сделано для потребителя, для сокращения времени, минимизации, могу повторяться, для более тесного контакта сетевой компанией и потребителя. Одна из основных задач – развивать такие центры в наших пяти районах. Открытие центра – событие праздничное. Музыка, шары, подарки, добрые слова. Поздравила и поблагодарила за труд сотрудников Кубани-Энерго первый заместитель главы курорта Светлана Яровая. Я желаю вам, чтобы в своей работе вас только хвалили. Это действительно замечательное мероприятие, которое даст возможность и населению, предпринимателям, юридическим лицам, реализуя свои инвестиционные проекты, приходить без посредников, просто, четко, где все ясно, прозрачно, грамотно реализовывать свои намерения и задачи. Торжественно перерезали алую ленту. Первым посетителям центра провели экскурсию. Работа началась в новом режиме, но с прежним уровнем качества обслуживания. В детском саду «Виктория» в третьем А микрорайоне завершается реконструкция нескольких помещений. В дошкольном учреждении побывал Сергей Сергеев. Подрядчик заверил главу Анапы. Новый музыкальный зал и группа для 26 дошколят будут готовы к 30 ноября. Несколько участков большого двора огорожены строительной лентой, укладывается новая тротуарная плитка, обновляются игровые площадки. Фасады здания уже покрашены и общее впечатление создается благоприятное. Заметно, что работы выполняются качественно. Чисто и уютно и внутри детсада. Заведующая Татьяна Громыко рассказывает Сергею Сергееву о том, как идеи рационально использовать и внутренние помещения, и прилегающую территорию воплощаются в жизнь. Вот, например, бывший музыкальный зал. Сегодня строители реконструируют его под детскую группу. А зал для занятий музыкой и танцами с нуля строят на внутреннем дворике. Залили пол, выставили стены, на финальной стадии монтаж кровли и отопление. Это был внутренний дворик без крыши. Здесь у нас была клумба, клумбы, клумбы. Вы решили рационально сделать из него танцевальный зал? Сделали из него музыкальный зал, из музыкального зала сделали дворик. Ну, правильно. А кто это придумал? Я. А чем утопить будете? А вот оно, утопление, вот оно. То есть система? Обновление детского сада началось еще в 2013 году. Учреждению выделили почти 13 миллионов рублей. Глава осмотрел реконструированный в прошлом году пищеблок, отметив чистоту и порядок. Своему заместителю Людмиле Мурашовой поручил помочь садику с приобретением кухонного оборудования. Чтобы посуды со сколами не было, чтобы ложек, ножей в жабах не было. Если где-то что-то выбрасывают, но этого быть не должно. А по оборудованию надо смотреть, у нас же программы тоже есть. Такой большой детский сад, в первую очередь крупный. В этом году на реконструкцию из краевого и муниципального бюджетов выделено без малого 12 миллионов рублей. Подрядчик гарантирует выполнение работ в срок. Сложности по строительству нет, фасады мы как бы сделали. Фасады красивые, ропа красивая. Ропу заканчиваем. Чем вы утеплять будете муниципальный зал? В смысле кровью или вообще? Ну, там у нас мансерна получилась. Ропу, специальный утеплитель, пароизоляция. То есть будет тепло 100%? Да, все. Экскурсия по детскому саду, реальная и виртуальная. В одном из коридоров главе показали электронное табло, где собрано полезная для родителей информация о жизни дошкольного учреждения. Сергей Сергеев заглянул в группы и с удовольствием отметил – уютная и теплая обстановка. Как тебя зовут? Денька. Точно? Да. А сколько тебе лет? Ну, два. Ну-ка, четыре? А воспитателям глава задал неизменный вопрос – устраивает ли их работа и заработная плата. Вы старший воспитатель по сравнению с учителем начальной школы? Я не знаю, как учитель начальной школы. Не интересует? Но если брать другие районы, я раньше жила в Устапинском районе, общаюсь со своими коллегами, у них зарплаты не меньше. Выделенные бюджетом средства позволили детскому саду в прошлом году дополнительно принять 37 ребятишек. В этом году еще 26 малышей станут новыми воспитанниками Виктории. Завершая визит, Сергей Сергеев поблагодарил Татьяну Громыко за отношение к работе, рациональные идеи и их практическое воплощение. Кстати, рядом есть свободный участок муниципальной земли. Мэр Анапы подчеркнул – его нужно отдать детскому саду для строительства нового корпуса. Самый уязвимый во время дождей улицы Северной сегодняшний ливень доставил меньше проблем, чем обычно. Благодаря своевременно проведенным профилактическим мероприятиям. В течение нескольких дней предшествовавших непогоде коммунальщики расчищали ливневые канализации в этом районе. Полностью проблема пока не решена, но работы по приведению в порядок коллекторов и ливневок на Северной продолжатся. Такое поручение дал глава Анапы на заседании КЧС. Как избежать потопления улицы Северной во время сильных осадков осенью, говорили на заседании КЧС. Глава города Сергей Сергеев поручил организовать расчистку ливневых коллекторов и приемных колодцев. На этой неделе к работе приступили две бригады. В данный момент специализированным предприятием «Гидродинамика» проводятся работы по прочистке ливневых стоков по улице Северной. Работы выполняются в соответствии с муниципальным контрактом. Сроки работы у нас определены – это второе полугодие 2014 года. У нас определено согласно техническому заданию – это выполнение работ по прочистке коллекторов по улице Северной. Вторая бригада предприятия «Гидродинамика» расчищает ливневки на улице Мельково, поднимают решетки, чистят канализационные колодцы. Будут работы проводиться на улице Краснозеленых в районе Центрального рынка. Прочистка будет ливневого приемника для того, чтобы территория по улице Краснозеленых, Горького в районе Центрального рынка не подтапливалась. Предприятие «Гидродинамика» будет контролировать ситуацию на улице Северной постоянно. После всех очистных работ подрядчики гарантируют полный порядок, без специфического запаха из канализации и угрозы подтопления домов по улице Северной. И первая проверка уже выполненных работ случилась в эти сутки. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. Вода была, были и лужи, но высохли одинаково быстро на тротуарах и во дворах. Пока по расчистке канализационных колодцев на улице Северная выполнена часть работ, и проблема решена частично. Но планы по ликвидации угрозы подтопления детально разработаны. В ближайшее время многолетняя проблема будет полностью решена. Многие анапчане уже отметили положительный результат. Во время дождя и сильного ветра не было аварийного отключения света. Сергей Сергеев ответил на вопросы анапчан во время прямой линии в редакции вашей газеты. На горячий телефон в течение двух часов поступило 30 звонков. Еще столько же обращений редакция собрала при подготовке прямой линии. Глава Анапы решение всех озвученных жителями города-курорта проблем поставил на личный контроль. Жители Станицы Анапска, села Супсех, Джигинка, поселка Пятихатки, Хутро, Песчаный, Бужор, Нижняя Гастагайка и горожане обратились к Сергею Сергееву со своими вопросами. Марина Смирнова рассказала главе о том, что по адресу на улице Новороссийской 111 до сих пор не убраны оборванные сентябрьским шквалистым ветром провода. Дома энергетики запитали, а вот ненужное теперь хозяйство бросили, как есть провода, висят на деревьях. На вчерашнем заседании КЧС Сергей Сергеев попросил проверить информацию руководителя анапских городских сетей и принять меры. Жители сельских округов, дозвонившиеся на прямую линию главы, говорили о ремонте сельских дорог, газификации, решении имущественных споров, улучшении жилищных условий. По каждому озвученному вопросу будет проведена тщательная работа структурных подразделений администрации и дано разъяснение. Одним часом общение Сергеева с жителями Анапы, конечно, не ограничивалось. Звонки продолжали поступать. Люди благодарили главу за работу и уже оказанную помощь, делились своим мнением по поводу решения основных проблем курорта. Продолжают работу специалисты управления муниципального контроля. Каждый день объезжают город и контролируют соблюдение правил и порядка на стройках. В центре внимания и безопасности анапчан и гостей курорта. На улице Астраханская идет строительство многоквартирного жилого дома. Территория огорожена забором из листов металлопрофиля, который украшен баннерами с желтыми тюльпанами. Анапчане оценили яркое оформление ограждения. Такое ограждение в ненастную погоду будет радовать анапчан и гостей курорта. Стройки, которые всегда создавали серый облик Анапы, теперь наоборот станут яркими акцентами на улицах города. Жители не только оценили цветочное оформление, но и предложили свои варианты. Как весна, праздничная. Лучше, чем всякие буквы рисуют. Это нормально, конечно, украшает город. Если желтые тюльпанчики, это нормально. Если граффити, это ужасно. Главное, чтобы ограда была, чтобы дети не залезли туда. Сейчас, видимо, и возможностей больше. Но тогда такого не было. Назначение ограждения – это прежде всего безопасность. Специалисты Управления муниципального контроля ежедневно проводят мониторинг стройплощадок. Подробно проинформировали застройщиков, подрядчиков о нововведении. В скором времени все ограждения на стройках курорта должны быть оформлены баннерами с цветочными композициями. И в продолжение темы безопасности только на дорогах. В Анапском сельскохозяйственном техникуме прошло мероприятие в рамках месячника профилактической работы. Инспекторы Анапской роты ДПС, представители мотоклуба «Блэкс Мьюс МС» рассказали студентам о профилактике дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно в России в ДТП погибают около 28 тысяч человек. Основные факторы риска – нарушение правил дорожного движения, в том числе алкогольное опьянение, превышение скорости, игнорирование ремней безопасности. Инспектор по пропаганде Анапской роты ДПС Марина Потемкина привела статистику. С начала года зарегистрировано 32 ДТП с участием мотоциклов. Три человека погибли, 31 получило ранения. Студенты показали фотографии с места аварии. Представитель мотоклуба «Блэкс Мит МС» города Анапа Александр Сащенко рассказал и показал ребятам специальную экипировку мотоциклиста, которая должна быть у каждого мотолюбителя. Шлем, куртка, перчатки, штаны, боты. Экипировка мотоциклиста – это не модный аксессуар, а ответственный пункт безопасности движения. Надеть шлем не то, что желательно, а просто необходимо перед тем, как сесть за руль мотоцикла. Для каждого мотоциклиста выбор шлема – первое, что необходимо произвести. Правила дорожного движения обязует иметь мотоцикл со всеми документами, грамотно, правильно оформленный, обязует иметь водительское удостоверение и соблюдать правила дорожного движения. В завершении встречи ребятам показали тематический фильм. Другим темам. Бывают, что и взрослые люди ошибаются, только им на помощь приходят другие взрослые и дети. В станице Гостогаевска работает клуб «Семья – счастливая планета», организованный отделением профилактики семейного неблагополучия. Осенние листья, ягоды, зеленый мох, пластилин и клей – предметы простые, но для сплочения семьи эффективные. В станице Гостогаевска работает клуб «Семья – счастливая планета», организованный отделением профилактики семейного неблагополучия. Клубные заседания у нас проходят разнообразно. Где-то мы лепим, где-то мы делаем поделки, бывает просто кинолектории, показываем мультики на различные темы, допустим, на здоровый образ жизни. С начала существования нашего клуба его посещало, допустим, две семьи, пять детей, то сейчас уже мамочки больше приходят на наши мероприятия, дети здесь развиваются. Здесь они раскрепощаются, чувствуют себя свободно, никто не стесняется, ну, как одна большая дружная семья. Мастерить ежиков из обычных колючек, делать общую композицию, оформлять вазу для осеннего букета по душе и родителям, и детям. У нас там оно получилось, полянка, это мои ежики, грибочки, деревни, все мне понравилось. У Юлии Новиковой шестеро детей, не всегда есть время делать поделки дома, но Юлия с удовольствием участвует в жизни клуба вместе с детьми. Посещаем регулярно представления, которые проводятся в клубе, нас приглашают, и мы сюда приходим, лепим, там детки выступают, играют, мультики смотрят, уходим довольные. После творческой работы с участниками клубного заседания проводит работу психолог, помогает разрешить разные семейные вопросы. Специалистам отделения также оказывается содействие в оформлении документов на меры социальной поддержки, оздоровление детей в летних загородных лагерях, находящихся на территории Краснодарского края. Также специалистами отделения оказывается содействие в трудоустройстве несовершеннолетних и их родителей. Отделения соцзащиты работают не только в станице Гостогаевской, но и на территории всего Анапского района. Напоминаем анапчанам, в субботу, 18 октября, в Доме культуры «Молодежный» пройдет первый в этом сезоне День здоровья. Задачу организовать и провести новый цикл Дней здоровья в Анапе поставил глава города-курорта Сергей Сергеев на планерном совещании. Первый из Дней здоровья пройдет в городе, а затем во всех сельских округах. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Субботу, 18 октября, в Анапе облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. В воскресенье 19 октября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-11 градусов, в ночь на понедельник 6 градусов тепла. Ветер северный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели». Производственное предприятие «Меркурий-2» и магазина «Випар» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова